Друзья, всем привет! С вами Денис Жучков. Давайте вспомним, как перевести бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную. Как вы знаете, часто в школе просят делать это двумя способами. Обычным способом и через геометрическую прогрессию. Хочу напомнить вам эти способы. Ну а кто не знает, тот узнает, конечно же, поставит лайк, потому что все будет понятно и интересно. Итак, во-первых, про эту запись. 0,1568 в скобочках. Что значит скобочки? В скобочке это значит, что в периоде это число у нас. То есть наша дробь выглядит так. 0,1568, 1568, 1568 и так далее. То есть вот этот вот фрагмент, 1568, повторяется много-много-много раз, бесконечно много раз. Как вы понимаете, десятичные дроби, они соответствуют обыкновенному. И нам как раз и нужно перевести. Давайте посмотрим, как можно сделать. Базовый подход такой. Давайте возьмем за х, назовем наше это число. Ну вот я так и напишу 0, 1568, 1568, 1568 и так далее. И как вы понимаете, вот проблема у меня в этом бесконечном хвосте. Если бы я этот бесконечный хвост каким-то образом бы выкинул из своей жизни, то было бы все хорошо. Так, а как можно что-то убирать у нас в математике? Вычитанием, наверное, согласитесь. А давайте я получу такой же бесконечный хвост, но с другим числом. Что я имею в виду? Давайте я возьму и умножу вот это вот как бы равенство на 10 в четвертой степени. Почему на 10 в четвертой степени? Потому что 4 знака у нас в периоде. То есть я умножу это все на 10 тысяч. Получится 10 тысяч х. Что у меня получилось? У меня запятая сдвинулась вот сюда и стало такое число. 1568, 1568, 1568 и так далее. Друзья мои, хвост у меня бесконечный. И от того, что я на один вот этот вот период сюда перешел, его бесконечность не отменилась. Там все так же бесконечно раз встречаются 1568. Так если я возьму теперь и вычту из вот этого числа, вот это, мои бесконечные хвосты, скажем так, отшибутся, да, уйдут. Давайте так и поступим. Получается 10 тысяч х минус х равно при вычитании этих чисел, вот эти хвосты, как я сказал, отвалятся, и будет вычитание в данном случае целых частей. 1568, ну давайте я прям запишу подробно пока что, да. Минус 0. Хвосты ушли. Осталось 1568 минус 0. А здесь у меня 10 тысяч минус единица. 9999. 1568 минус 0 это в точности 1568. Но тогда, чтобы найти х, мне надо, получается, произведение поделить на вот этот вот коэффициент, на этот множитель. 1568 поделить на 9999. Ну, дальше, как водится, надо проверить, сократимы дробь или нет. Проверяем признак делимости на 9. Сумма цифр здесь у нас равна 20, на 9 не делится. Ну, можно на остальные делители тоже проверить. Ну, в общем, дробь наша несократима. Таким образом, вот это вот наш ответ. Ну, кто не верит, можете поделить столбик или поделить на калькуляторе, проверить, что у вас получится в точности вот это. Это был первый способ, друзья. Есть еще второй. Второй способ основан на применении суммы бесконечно малой геометрической прогрессии. Давайте разберемся. Я вот тут вот нам так отчерчу. Надеюсь, места хватит. Выделим, да? И поехали разбираться. Я возьму вот это мое число и начну его расписывать по вот этим вот периодам. Смотрите. У меня 0 целых, да? Плюс 0,1568. Плюс. То есть, если я вот это возьму, что у меня получается? У меня получается вот это. Дальше я хочу прибавить вот это. Значит, мне надо 0, вот здесь вот теперь нолики поставить. 1568. Плюс. То есть, видите, я как матрешку такую слепил. Собираю, да? Если я сейчас это буду складывать, у меня 0. Потом вот эти вот 4 цифры. Потом вот эти 4 цифры подгрузятся. Теперь следующие надо подгрузить. Это что надо прибавить? 0,1,2,3,4. Еще 4 нуля. 1,5,6,8. Плюс и так далее. Давайте внимательно посмотрим. Ну, 0 целая часть. 0 в Африке 0 писать ее не буду. Что здесь по остальным? 15,6,8. Такое, такое. Не сложно заметить, что они отличаются друг от друга в 10,000 раз. То есть, если я вот это число умножу на одну десятитысячную, получится вот это. Если я вот это умножу на одну десятитысячную, получится вот это. И так далее, сколько угодно раз. А это что такое? Если каждый следующий член отличен от предыдущего в какое-то число раз. Это же геометрическая прогрессия. И так как вот этот вот знаменатель геометрической прогрессии, как это правильно говорить, меньше единицы, прогрессия наша убывающая. Ну, по модулю меньше единицы. Хорошо. Давайте тогда этим воспользуемся. Напомню вам, что если у нас есть геометрическая прогрессия B1, B1Q, B1Q2 и так далее, если Q по модулю меньше 1, ну, понятно, что там не нули, ничего там плохого нет, то тогда сумма всех чисел прогрессии будет рассчитываться так. B1 делить на 1 минус Q. В нашем случае, смотрите внимательно, в нашем случае B1 это первый член прогрессии 0, 15, 68. Знаменатель прогрессии 1 десятитысячная. Тогда, раз я тут суммирую бесконечно много членов, то я могу воспользоваться вот этой вот формулкой, да? Многие из девятого класса ее знают. B1 на 1 минус Q. Получается 0, 15, 68 на 0, 9, 9, 9, 9. Пользуемся основным свойством дроби, умножаем числитель и знаменатель на 10 тысяч, и получается как раз-таки 15, 68 поделить на 9, 999. Результаты наши, как видите, совпали. Кому-то может показаться, что геометрическая прогрессия сложный, может быть, способ еще какой-то. На самом деле нет. Потренируйтесь несколькими периодическими бесконечными дробями, десятичными, сделайте, и вы увидите, что каждый раз будет легко. Притом, у вас, скажем так, всегда будет так, что B1, ну это вот первый такой вот, первый член, то есть с периодом, скажем так. А знаменатель прогрессия, это 0, и такое число, сколько у нас знаков в периоде. Например, если бы у нас было, условно, 0,15 в периоде, то B1 был бы 0,15, а Q был бы 1 сотый. Если бы наше число было бы 0,1 в периоде, B1 было бы 0,1, Q был бы тоже 0,1, потому что одно число. Если бы у нас три знака было бы, то знаменатель был бы 0,001 и так далее. То есть это вот очень-очень-очень такие несложные рассуждения. И тоже можно результат получать быстро. На этом все, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчики, а мы будем радовать вас новыми выпусками. Всем пока, до новых встреч.